снова всем привет и снова мы в эфире ненадолго ненадолго расставались катя вера и наши гости юля привет юля очень приятно да познакомиться потому что мы не были на раньше знакомы и к сожалению сферы не присутствовали на твоем докладе но 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 наш подкаст превращается в настоящее расследование каналы интриги расследования нам тут нашептали что тема была страшно холиварная что твой доклад вызвал просто взрыв мозга кучу вопросов потому что ты рассказывала что у вас компании всем все знают сколько получают все остальные все зарплаты открытые опубликованы вот там интригу доклада раскрывать не будем ты расскажи но расскажи как вот были вопросы как все прошло вообще что спрашивали как ты отвечала насколько вообще ты привыкла к тому что шокирует это все на самом деле привыкла это редкая тема действительно и чувствительная тема зарплаты всегда чувствительная зачастую в компаниях это индей даже внутри между сотрудниками нельзя разглашать эту информацию конечно это всегда вызывает вау-фект на какой бы конференции мы не выступали представители нашей компании всегда это вау-фект кроме наверное конференции живая компания где как раз участвуют компании бирюзовые которые придерживаются принципов холократии социократии своей работе для них конечно это уже норма поэтому ребят задавали вопросы как мы с этим живем вообще какие юридические аспекты получила очень смешной отзыв что ты как будто рассказывала африканским племенам о том как космические корабли запускают в космос очень интересно но кажется невозможно но нет это возможно и так работаем не только мы сотрудники сами повышает свою зарплату сами инициируют повышение и дают друг другу обратную связь открыто абсолютно и поэтому мы вот зная зарплаты друг друга можем более адекватно оценивать допустим давать фидбэк человеку по поводу его работы но мне кажется тех кто боится что сотрудники узнают о зарплатах хотя все знают что все так как бы в кулуарах узнают вот но основной страх в том что он такой подумает что а я же круче там дольше не знаю интереснее работаю больше вкладываюсь а он то получает больше вот это несправедливость вот что вы с этим делаете когда это не справедливость прям смотри во первых есть грейды и в рамках грейда ты можешь повышаться грейда очень прописаны хорошо и понятно кто сколько за что должен получать если ты получаешь меньше чем условный там пейте но иди и повыси себе зарплату сам до уровня пейте иди и сдай на следующий грейд вот надо ничего сдавать ты просто заводишь карточку в трейла на повышение обосновываешь свое повышение заработной платы уведомляешь свою команду своего ведущего и чара все тебе пишут обратную связь в этой карточке если никто не инвитирует твое повышение то с просто следующем месте зарплаты вырастает так а как мне обосновать через рост ты затащил какую-то крутую штуку до через грейды ты повысился внутри грейда либо перешел на следующий через офферы с рынка тоже возможно а если вот такая там соцподдержка работает все остальные говорят да да молодец молодец он нам откат предложит дамы дружочек пирожочек я ему он мне но вот по и системе прозрачная когда ты видишь все очень прозрачно ты же видишь работу других сотрудников но даже если вы вдвоем сговоритесь а остальные то на том же review на ретро увидят что у вас перформанс не соответствует грейду и будет несчастье помимо того что мы сами значим зарплаты любой может принять любое решение уведомить всех кого он затрагивает может любой человек уволит другого человека завести карточку несчастье ну-ка поподробнее как это как смотри процесс выглядит так же как и с поднятием зарплаты ты заводишь карточку по шаблону ты несчастлив с работой например другого человека пишешь аргументированно почему что не так что стоит улучшить у человека идет срок безопасности если за это время он не фиксит проблему то мы расстаемся либо он может перейти в другую команду которая будет более часто работой но тогда же тот кто написал я беда нет что значит вот в чем история с любым негативным фидбэком или критикой почему люди боятся этого делать не думаю как бы я получу месть в ответ вот я на кого-то нажалусь все же все же всем нормально почему я буду писать да смотри у нас компания никто не поддержит я останусь вот занудой такой противный душные все скажем кто сдал этого человека потом уволили на увольнение серьезно конечно ну во первых увольнение не так критично у нас есть компенсация при расставании в любом случае человек инициирует расставание или мы инициируем для того чтобы он спокойно искал работу не переживал о том что без денег оставаться во вторых компании когда я пришла в двадцать первом году уже был такой культ развивающей обратной связи мы начиная с культурного тренинга первого при входе в компанию рассказываем ребятам как давать развивающую обратную связь почему она важна и в культуре компании ок все у нас обратная связь от 360 тоже открытая то есть каждый каждому голосом дает при фасилитации например чара мы учим давать обратную связь конструктивно по классике там ничего нового до что улучшить что продолжать делать что перестать делать основываясь на конкретных примерах если у тебя нет контекста ты просто так не может набросить на человека значит у тебя есть какой-то пример какая-то боль в работе в принципе ты можешь и в приватном каком-то до общении и чаще всего развивающая обратная связь сначала приходит в приват но если эта карточка на обратную связь человек уходит и говорит дайте мне обратную связь эту зарплату повышаю или просто заводит карточку на обратную связь он готов к тому что все придут свой с и там у нас есть рекомендации в чек-листе не отвечая на эту с сразу повари от рефлексу ребята могут прийти к hrbp пообщаться как давать обратную связь когда ему что-то болит да но тяжело дать такую обратную связь развивающую и мы помогаем чтобы это было конструктивно не касалось личности и так далее проводим регулярно тренинги для ребят по эмоциональному интеллекту по взаимодействию адекватно у нас есть курсы и тренеры с которыми работаем несколько раз год запускаем тренинг поэтому такой проблемы нет опять же ответственность при такой системе высока на каждом сотрудники и если у тебя в компании в команде есть человек который вообще плохо перформит а ты его будешь прикрывать ты же будешь команда будет тащить эту нагрузку никому с этим не будет ок поэтому зачастую даже команда может на менеджера и вот недавно была карточка не карточка даже а приватное у вас несчастье то есть не на всю компанию а ребята на свою команду дали менеджеру обратную связь несчастье о том что они несчастливы с его работой и договорились что в компании в команде с ней сменится менеджер так тоже бывает он остался в компании да конечно перешел на другой команды другую роль на другую роль изменилась интересно а кто драйвит вообще вот эти изменения эту идею в компании что вот так все будет наш основатель саш горник изначально он был сео двадцать третьего года сео у нас нет у нас такое самоуправление где компания управляется кругом силы эвол теперь и он приносил эти идеи он драйвил эту развивающую обратную связь он ведет культурный тренинг для сотрудников работающих уже больше полутора лет то есть первично ведем там чары кто-то из менеджеров сео раньше тоже было первично теперь вот для продолжающих скажем и эти идеи все шли от него а есть какая-то аудитория сопротивляющихся вообще как проявляется сопротивление если она есть сопротивление было изначально когда систему внедряли в семнадцатом году и на докладе об этом говорила была текучесть сотрудников работающих там старше года это было 21 процент сейчас это 7 процентов и общая текучесть доставила 53 процента ну а потом мы уже подбираем людей которым эта культура близка у нас очень много видео на сайте о том как работает с такой культурой с открытыми зарплатами ребята наши записывали видео не только те что работают но и те кто уволены либо уволились сами они честно все обо всем говорят и сотрудники новые приходя видят все это они еще когда кандидатами являются они уже заходят смотрят видео и понимают на что мы на что они идут плюс у нас есть несколько этапов отбора где мы тоже очень подробно про все это рассказываем пугаем и отговариваем идти к нам потому что конечно обратная сторона вот такой самостоятельности ответственности это высокое давление да ты комитишься на что ты хочешь там достичь нового уровня заработной платы ты там нахватал всего потому что хочешь быстрого роста и на тебя давить что теперь ты должен выполнить обещание по факту тоже учим работать с границами ребят разделять work-life balance как-то да и не хватать слишком много потому что иначе в ситуации вот этого постоянного давления тяжело выгорание одна из побочек такой системы ну да когда ты все время ждешь фидбэка такого причем публичного возможно да это же теоретически может произойти что кто-то публично опубликовал негативный фидбэк конечно и происходит такое да да и окей одно дело когда к тебе там кто-то подошел сказать слушай вот что-то не пошло не так вот как-то мы не очень хорошо двигаемся к нашей цели и вот по-моему я думаю что вот тут 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 даже не то что ты ждешь а ты знаешь уверен что он точно будет когда рано или поздно да и все скажут ты сделал все не так это очень страшно я себе это именно так представляю мне кажется вот как раз но выгорание в этой истории могло бы случиться из-за довольно высокого уровня тревоги которая тоже связана с ответственностью то есть это всегда палка двух концах да ответственность а чивер не вот обсессивно-компульсивные расстройства здравствуйте между прочим но это же и так тревожишься да все время как тебя оценят на только тебя оценит руководитель а тут тебя оценивают в том числе твои коллеги при этом мы вот ребят учим сразу же у нас есть такой вопрос как многое у нас компания мы взяли вы из книги нетфликс никаких правил будешь ли ты меня удерживать если ты тревожишься подойди к менеджеру и спроси будешь ли ты меня удерживать если ты услышишь да волноваться не о чем если человек задумался ты можешь уточнить какие точки роста и пофиксить это при этом классно что у тебя всегда есть обратная связь ты у нас ребят нацелена на развитие все-таки на рост и мы берем когда по компетенциям отсеиваем на начальном этапе берем тех кому интересно развиваться кто достаточно самостоятельно и обучаем человеку становится комфортно что это его ответственность он да может никогда не заводить карточку если он хорошо перформер кто ему там развивающую обратной связи не отсыпает все хорошо но ему же все равно захочется авторизовать результате получить эту обратную связь и поэтому ребята кстати мог но стрессовые моменты конечно есть для этого есть и чар бизнес партнеры которые помогают с карточками с обратной связью для этого есть софинас психотерапии да это действительно там переварить фидбэк это такая прям супер непростая психологическая операция даже даже очень хороший фидбэк в том числе вот кстати про хороший я знаю что ну фишка там отзывах на каких-нибудь сервисов вообще фидбэк там с бизнесом если мы смотрим то в том что в основном пишут негативные отзывы потому что мы как бы да когда все хорошо мотивации написать отзыв нет вот тут не так уже раньше был говорю культ развивающей обратной связи саша приходил в карточке говорил вы чё тут меду налили давайте развивающего как раз я работала наоборот с тем да что давайте хвалить давайте хвалить ребят и тут баланс на самом деле есть если человек что-то классное тащил и авторизует этот результат и коллеги это видят они благодарят его они пишут хорошее но если есть что улучшить пишем что улучшить важно как этот фидбэк воспринимать я когда только пришла провела свою первую встречу для менеджеров войти и мне тут же пишет один из менеджеров юля ты там встречу не так провела у тебя то было не так то думал я думаю господи неделю работаю уже какой-то претензии да уже претензии а потом немножко тоже подумав это вот наше правило не отвечая на фидбэк сразу же я думаю как круто человек настолько неравнодушен у меня онбординг он понимает что он может принести мне пользу помочь мне адаптировать в компании и ему не жалко своего времени чтобы уделить его для развивающей обратной связи и мне это помогло следующая встреча пришла гораздо лучше смотря короче как ты к этому относишься если ты понимаешь что люди тебя ведут в развитие помогают тебе они просто набрасывают да то почему нет наоборот за классно им не все равно самое худшее это безразличие все-таки любая обратная связь это классно юля скажи пожалуйста по поводу того как давать обратную связь на работе мы все знаем как это делать вот у тебя очень много знаний и практики получается у тебя это в личной жизни унести и давать близким и друзьям какую-то связь в жизненных ситуациях слушай но я все-таки придерживаюсь принципа что обратной связи нужно давать если не запрашиваем в личной жизни точно но некоторые инструменты конечно я могу использовать особенно с ребенком ну как как давайте обратную связь ребенка ребенку в первую очередь также как и любому другому человеку я проговариваю свои чувства в первую очередь как я почувствовала себя когда ты он пульнул меня пульт недавно и конечно же я не говорю ты плохой или ты плохо поступил я сообщение да чир-чирь как ну классика там ничего нового не придумали воспитываем эмпатию почему у нас есть курсы по эмоциональному интеллекту почему мы рекомендуем ребятам книжку от калиничева про адекватных и вообще главный принцип у нас расти свои софт скиллы чтобы быть успешным в компании мы об этом говорим ребятам все время ну круто когда есть правда пример вот такого амбассадора когда эту тему продвигает основатель компании и лидер да и в этом плане все-таки да да я здесь я с тобой я мы обратная связь давайте на этом и закруглимся спасибо большое спасибо необычный тире спасибо